Друзья мои, всем привет! Сегодня будет очень короткое видео, но для многих оно будет очень полезное. Много задается вопросов на ту тему, как отрегулировать катушку, как ее держать, мультипликаторную катушку, и вообще, как ей пользоваться. Для кого-то эти вопросы покажутся реально глупыми, но на самом деле начинающий рыбак имеет право знать, как с ней обращаться. Итак, друзья мои, сегодняшним примером короткого видео будет катушка Атакума, катушка Ситрикс. Итак, друзья мои, давайте рассмотрим несколько основных моментов. Первый момент это установки катушки. Здесь ничего сложного нету, мы установить ее по-другому не можем, у нас спиннинг просто не позволит это сделать. Итак, мы установили, теперь я вам расскажу, наверное, про правильность хвата катушек, как правильно держать, потому что я многие наблюдаю, вот так держат мультипликаторы, или вообще, допустим, даже не только мультипликаторы, а безрекционные катушки как-то умудряются так держать, и вот так начинают крутить, у них все это вот так как-то вправо-влево входит, и они вот так вот, короче, вот как-то вот они, вот как-то вот так вот они ловят. Это все придет с опытом, и вы просто сами поймете, если захотите обучаться, если будете постоянно на рыбалках, вы просто поймете, что вы делаете неправильно. Так вот, для тех, кто не хочет проходить самостоятельные ступени, я вам расскажу вкратце, как правильно держать катушку, и самые основные моменты, которые вам нужно знать, если мы сейчас говорим про троллинг, ну, допустим, про троллинг в один спиннинг, какие пипки, какие шестеренки вам стоит руками трогать. Итак, друзья мои, правильность схвата – это очень важная, основная, наверное, часть, на что нужно застрять внимание. При правильном хвате нам будет и удобно ловить, комфортно будет ловить, ну, и для катушки это будет легче, то есть каких-то поломок мы сможем избежать. Так как при неправильном хвате, когда мы неправильно держим катушку, у нас получается неправильное движение, неправильное вращение, идет нагрузка на данную составляющую, и, скорее всего, это со временем приведет к поломке. Итак, как мы правильно берем катушку? Вот так катушка должна лежать в руке. Или вот так. Итак, теперь еще раз все попытаюсь показать более медленно и подробно. И вот мы сжали катушку. Можно под этот палец. Катушка ставит ровно и крутится она ровно. Прежде чем отпустить приманку, мы должны нажать на эту педаль. Ну, а до этого, до этого всего процесса мы должны отрегулировать сначала все наши пимпочки и звездочки. Данная шайбочка, это осевой тормоз. Он влияет на сброс шпули. При нажатии на педальку у нас шпуля начинает свободно вращаться. Так вот, это и есть осевик. Он затягивает, придерживает или освобождает нашу шпулю, чтобы шпуля не опережала события и не бежала вперед паровоза, чтобы не было бороды. Ее регулируем, по сути, один раз. Дальше, это большущая звезда. Она стоит на всех мультипликаторных катушках. И это, друзья мои, фрикцион. По сути, это тот же самый фрикцион, который имеем мы на простых безнерционных катушках. Регулируется он. Крутим вправо, влево, вперед, назад. Кто с какой стороны стоит. Суть фрикциона, я думаю, объяснять не надо. Все. Для троллингиста больше ничего знать и трогать не надо. Также есть катушки, у которых открываются боковые, назовем это задние крышки. Торцевые крышки. Там установлена дополнительная система торможения. Есть еще разноплановые трещотки. Их можно использовать при ловле, когда мы ловим на домку. Но, повторюсь, при троллинге это все не нужно. Все, друзья мои, вот это все и видео. Вот так все просто. Всем рыбацкой и жизненной удачи. Ловите больше, отпускайте чаще. Чеш.